Добрый день! С вами Довин Наташа, художник компании Таир. Сегодня покажу, как создавала нежную картину с атмосферой легкого французского завтрака. Заранее прикидываю, как у меня будет сложна газета по композиции. Обвожу карандашом по контуру. Мне хочется нарисовать стол более фактурно, поэтому я добавляю в текущие краски акрил-делюкс немного сгустителя, чтобы можно было выкладывать их мастихином более густо. Использую цветовереск и ежевичный. Когда они высохнут, наношу еще один цвет шалфеи. Делаю это, чтобы усложнить фон. Наношу краску неплотно, с пародирами. После высыхания покрываю окрашенные участки довольно плотным слоем карфелерного лака. Даю ему высохнуть и наношу слой белой акриловой краски. Напомню, что поверх карфелерного лака краску нужно наносить в один слой, чтобы мазки шли стык в стык, не прикрывая друг друга. После высыхания краски закрываю карфелерным шелачным лаком. Приклеиваю газетные листы на докупажный клей. После того, как они высохнут, можно рисовать поверх. Выкладываю на палитру нужные оттенки и начинаю набрасывать блюдце и чашку с кофе. Уже после я поняла, что надо все-таки было сделать предварительную подбилку, потому что в такой лессировочной технике приходится наносить много слоев, чтобы скрыть яркие черные буты. Развожу в чашке кофе. Стараюсь сделать естественный цвет и легкую пенную дымку. Темным цветом прорисовываю пенку. Ставлю в пузыриках точечные блики. Затем бросаю в напиток несколько цветочков с сиренем. Прорисовываю узоры на металлической ложке. Рисую нежное французское печенье макарон. Разбрасываю по газете цветы, ветку яблони и сирени. Углубляю тени под чашкой газеты цветами. Чтобы сгладить перепад между газетой и каракелюрным фоном, на этой части цветы делаю более пастозными. С золотой краской обвожу ободок у блюдечка. Покрываю глянцевым акриловым лаком кофе в чашке, чтобы он естественно блестел. Мне все больше нравится работа в такой микс-медийной технике, сочетая разные материалы и эффекты. Получилась уютная, нежная картина, и мне захотелось создать целую серию работ на тему утреннего кофепития, используя газеты разных стран. Творить с удовольствием! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok